Человек разрушает себя всегда сам. Должность портит людей и деньги портят людей. При продаже наркотиков две проблемы. Они с придыханием говорят о тех деньгах, которые были, когда они были закладчиками. Вся дружба, весь круг общения, он формируется в юности. Сотрудников полиции их же в сумме больше миллиона. Жизнь дается один раз. Приветствую. На дворе лето. Канал заблокирован. Все в жизни меняется очень медленно. Поэтому пока он заблокирован, чтобы не потеряться, подписываемся внизу, там у нас ссылочка. Подписываемся также на телеграм-канал. Там же под видео есть ссылочка. Не теряемся, не тушуемся. И вникайте, что я сейчас скажу, особенно молодежь. Я назвал бы сегодня выпуск таким вычурным названием «Как испортить себе жизнь». Наша задача, конечно, не испортить себе жизнь, но просто я расскажу, как на примере различных людей из моего окружения какие-либо ошибки приводили к необратимым последствиям в том, что у них случалось в жизни. Поэтому, господа зрители, я сразу хочу акцентировать на такие важные знаковые вещи, с которыми, безусловно, не надо спорить. Первое. Жизнь даётся один раз. Вот, один. Одна попытка. Ну, то есть где-то промашка, всё. Одна попытка. Второе. Очень важное, кстати. Человек разрушает себя всегда сам. Редко-редко только внешние обстоятельства, какое-либо ДТП, вызванное чужими руками, вызывают необратимые последствия. Действительно, какие-то редкие обстоятельства, как говорится, необратимой силы. В основном, в 90% случаев, человек разрушает себя сам. Мечтали провести ночь с известной личностью? Verified даёт вам такую возможность. В особом тарифе собраны актрисы кино, фильмов для взрослых, певицы, модели и даже блогерши. Бот представляет гибкие фильтры поиска как по внешним данным, так и по вашему кошельку и геолокации. Нет времени на поиски или уже у вас есть особое предпочтение? Обращайтесь к маме, он быстро и качественно подберёт девушку или нескольких под ваши нужды. Также при создании сервиса уделили большое внимание вашей конфиденциальности. Вся история встречи сообщений удаляется по нажатию одной кнопки и восстанавливается при введении пароля. С Verified никто, кроме вас, не узнает о вашем отборе. Verified – это Rolls-Royce в мире Escort. Лично рекомендую. И, исходя из этого, я хочу сказать третью важную вещь, что вот это значение, обозначение «как испортить себе жизнь» имеет ещё подпункт не «как испортить себе жизнь», а «как испортить себе биографию», что гораздо легче переносится, можно как-то подправить, исправить, и вообще с испорченной биографией можно жить. Это две разные вещи – испортить себе жизнь и испортить себе биографию, ну, то есть какой-то пунктик в каком-то году в жизни. Первое, что сразу мне приходит в голову, это когда в юности, начиная лет, наверное, с 14-15, когда голова у человека начинает работать, видя, что что-то идёт не так, и молодого человека преследует одиночество, и он чувствует, что что-то не то, он не ищет, не пытается найти какой-то навык, который позволяет находить общение. То есть человек не задумывается. Нужно задумываться только о таких двух вещах. Первое, может быть, мне комфортно одному, то есть это по природе моей. И второе, если мне некомфортно одному, что я делаю не так? Всё ли я делаю правильно? То есть я бы проблему одиночества, которая начинает человеком осознаваться после 20 лет, я бы всё-таки её ещё раз обозначил. Или ты вот сугубо одиночка, а я вот наблюдаю одного своего сына, вижу, что вот есть такой человек, может быть один, ему одному быть комфортно. Или ты не одиночка, но не знаешь, мечешься, всё ли делаешь правильно. Вот кучу людей пишут, именно пишут в отчаянии, что так, мол, и так, я вот один, друзей нет, и вот, и так, как говорится, далее, и тому подобное. То есть которых эта проблема мучает. Поэтому, первое, если у тебя есть одиночество, и ты не хочешь, чтобы дальше в жизни вот это вот были психологические разрушительные проблемы, тебе нужно предпринять какие-то шаги к решению. Даже если эти шаги будут неправильные, непрактичные, которые приведут к какому-то отрицательному результату, но лучше делать и жалеть, чем не делать и жалеть ещё больше. То есть чувствуешь, что одиночество, походи по клубам, запишись в секции, примажься ещё к какому-то коллективу, условно в баре с какими-то незнакомцами напейся, но по крайней мере поймёшь, что это такое, пить с незнакомыми людьми и прочие вот эти вот нюансы. Также к юности относится такая вещь, к сожалению, я тоже этим пострадал по глупости, это раскидываться друзьями в юности. Все люди не идеальны. И периодически, когда вот идёт стадия взросления, у тебя есть какой-то выбор. Например, подвинуть с какого-то дела друга. Сейчас скажу опять же, сугубо непрактичный шаг. Дать какому-то другу денег в долг, и он сольётся. При этом, если бы ты не дал этому конкретному товарищу из твоего круга денег в долг, вы бы были добрыми приятелями, ну, наверное, ещё много-много лет. Ну, то есть, короче говоря, раскидываться друзьями в юности, это всё-таки скорее где-то совершить какой-то мелкий шажок, который отодвигает вас на долгие годы. Посмотреть на его девушку каким-то слишком вожделенным взглядом, где-то не приехать на помощь, когда человеку конкретно надо. Ну, то есть, короче говоря, как я раньше говорил, вся дружба, весь круг общения, он формируется в юности. И я был бы очень сугубо внимателен вот к этому времени. То есть, был бы максимально открытым, доброжелательным. Ну, то есть, если бы мне вот сейчас жизнь удалось начать сначала, ну, то есть, повторилась бы моя юность, я был бы максимально хорош по отношению к своему окружению. Теперь переходим к классическим вещам. Есть такая вещь — алкоголизм. Появляется он с юношеских лет, ну, то есть, когда ты пьёшь в кругу друзей. В некоторых случаях он переходит в стадию пивного алкоголизма, то есть, два-три раза в неделю, когда пьётся пиво. А в некоторых случаях, и я не знаю, генетика ли это, воспитание или наличие ранее пьющего отца. Ну, то есть, когда у человека становится прямо очень серьёзный алкоголизм. Я люблю играть в футбол, и, соответственно, как и во многих мировых рейтингах, у меня есть свой рейтинг игроков, которые со мной играли. И то есть, кого я считал там лучшим, кого я считал лучшим защитником. То есть, я стараюсь справедливо распределять людей в своей голове, вот как они играют. И когда-то давно на поле у нас был защитник, его звали Саша. Я считаю, он был идеал. То есть, это был резкий, прыгучий, в меру злой, очень жилистый, везде успевающий, появляющийся в неожиданном месте, когда уже никто не ждёт, что вот человек может спасти ситуацию. То есть, это был идеальный защитник. Но по каким-то причинам у него был заложен алкоголизм, который периодически купировался родственниками, какими-то остатками силами воли, и выглядело это так. Вот приходит Саша на наш футбол, великолепно играет, великолепно. Потом вдруг пропадает и приходит на футбол выпившим. Что это означает? Он начинает чуть-чуть отставать. То есть, голова работает у выпившего человека по-другому. И, соответственно, если раньше он мяч выбивал, выбивает мяч первым у нападающего, а в этом случае он не успевает и он бьёт по ногам. Народ обычно терпел один-два удара. Ну, то есть, было видно, что человек пришёл пьяным. Его давно все знают. Мы не можем его не принять. Ну, вот он начинает бить по ногам. Его с поля раз выгнали, два. Он не ходит. Ну, мельком узнаём, что да, человек пьёт. Потом жена, семья впрягаются. Человек не пьёт. Человек не пьёт. Приходит на поле и играет. Вот ко всем его футбольным качествам добавляется злобность. Она позволяет ещё в полтора раза делать всё лучше. Он и так был великолепен. Но когда алкоголик в завязке, у него появляется какая-то вот эта вот злость, именно не к людям, а какая-то вот спортивная злость, общая злость, недовольтворённость жизни, и он, вымещая её на поле, становится просто супер. Хотите пробить номер телефона в Даркнете? Ошибка. Не хотите пробить его в глазе Бога? Фатальная ошибка. База номеров? Сотни миллионов. Тонны страниц ВК, телеграм-фотографии, страницы в Инстаграме, биткоин-кошельки, базы автомобилей и IP-адресов любого человека, девушки, должника или обидчика. Всё это в глазе Бога. Причём за считанные секунды. Ссылку найдёте в описании. Потом видишь, что человек встаёт на путь исправления, жена покупает ему маленький грузовичок. Для большинства людей это такой стимул. То есть ты вот ведёшь себя хорошо, тебе купили грузовичок, ты сейчас зарабатывал 70 тысяч, сейчас ты становишься маленьким хозяйчиком, будешь зарабатывать 200 тысяч, 250. Расти, плодить детей, размножаться. Вот одна квартира, вот вторая, вот бизнес, вот второй грузовичок. Картина такая рисуется маслом. К сожалению, всё это не работает. И триггером этого нерабочести маленькая авария. Разбил фару, разбил фару, огорчился, запил, запил на целый год, попал в полицию, был ложно обвинён в краже, ну там морду ему набили. Получил год, за этот год грузовичок то ли продали, то ли разграбили, вышел опять в ситуацию в никуда. Месяца три подержался, особой уже поддержки нет, запил, протрезвел. Так длилось лет, наверное, 10. Но в оконцовке он утонул, ну, скорее всего, купаясь пьяным, будучи суперспортивным человеком. По физическим данным, по моим, опять же, оценочным суждениям, он годился в любую сборную по футболу, то есть он с детства занимался, был с приобретёнными природой данными, которые нет у многих моих знакомых. А у него это природы были. К сожалению, ушло всё в пьянстве, человек достаточно рано умер. Следующая, что очень простая вещь, которая губит, — наркотики. Причём наркотики губят в двух ипостасях. А. Тех, кто их принимает. Б. Тех, кто их продаёт. Нюанс в чём? Если ты их принимаешь, ну, тут всё очевидно, ты сам разрушаешь свой организм и, принимая наркотики, просто отстаёшь от своих сослуживцев, однокурсников, ну, то есть от своего поколения. Ты тратишь приличные деньги, то есть это примерно то же самое, что ты завёл двух-трёх детей и принудительно отдаёшь туда деньги, причём детей нету. Ты не успеваешь работать, и, в общем, ты просто вылетаешь из жизни. Сейчас у меня есть завязавшие наркоманы, но, общаясь в кругу своих знакомых и обсуждая данного человека, всегда мелькает, да он же наркоман, он бывший наркоман. То есть это клеймо на всю жизнь. Что это означает? Что человек, который вдруг по каким-то причинам начал принимать лёгкие наркотики, и они весьма, возможно, перейдут в тяжёлые, он зачем-то портит себе жизнь. Добровольно. Как не портить? Ну, не общаться, наверное, в том кругу, где тебе в первый раз предложили. Ну, других, я думаю, вариантов особых нет. А вот вторая ипостась по наркотикам — это продажа наркотиков. И нюанс даже не в том, что ты можешь попасться и уехать на примерно 10 лет. Там действительно есть люди, кому везёт, кто этим занимается. Но нюанс в том, что деньги лёгкие. Ты по своей природе являешься человеком, который должен, ну, не семи пядей во лбу, ты должен зарабатывать примерно 70 тысяч рублей. Такую высоковато среднюю зарплату в разных регионах по-разному. Но 70 тысяч рублей однозначно хватит человеку для жизни и на машину накопит в оконцовке. И на всё ему хватит. И вот человек вместо того, чтобы зарабатывать 70 тысяч, он начинает заниматься наркотиками. И так сложилось, что ему везёт, и он не попадается. Месяц не попадается, два не попадается, полгода не попадается. Деньги лёгкие, он к ним привыкает. Он уже на вот эти 70 тысяч возвращается с трудом, и он их уже эти деньги не ценит и не терпит. У меня есть перед глазами, назовём так, шапочные знакомые, которые занимались закладками, не попались и в данный момент являются чиновниками. Сдерживает их от занятий закладками сейчас только то, что в их регионе то, что ты чиновник, это почётное такое... Ну, то есть это статус. Зарплата чиновников не сдерживает, а вот то, что ты статус, то, что ты куда-то выбился, является для них сдерживающим фактором. Но при этом, безусловно, они с придыханием говорят о тех деньгах, которые были, когда они были закладчиками. При продаже наркотиков две проблемы. Первое, ты попадёшься, сядешь на 10 лет. Тут даже совершенно понятно, что ты не только биографию себе портишь, жизнь ты себе окончательно, в общем-то, портишь, если попался. А второе, то, что у тебя появляются лёгкие деньги, которые тебя портят. Есть лёгкие деньги заслуженные, есть незаслуженные. Здесь, с одной стороны, ты их заслужил, то, что ты вот в такой опасности ходил. Но привычка, в общем-то, привычка делать такое, ты, к сожалению, на среднюю зарплату потом опускаешься с трудом. Поэтому я следующий этап, я его всегда во многих выпусках называл, очень часто появление каких-то лёгких, левых денег, то есть когда жил-жил-жил человек, и вдруг, случайно, не обладая какими-то выдающимися качествами характера, стал получать незаслуженно много, резко меняют характер. Лёгкие деньги являются препятствием большинству людей к хорошей жизни. То есть лёгкие, незаслуженные деньги. То есть когда ты не обладаешь какими-то суперскими качествами характера, то есть ты не проныра, не предприниматель, но неожиданно тебе начинает откуда-то очень много капать, незаслуженно, ты в любом случае относишь это за счёт своих личных данных, ты корону одеваешь на голову, и начинается порча у человека организма, вот этого человеческого. Ну то есть человек просто становится плохим человеком. Почему-то деньги действительно портят людей. Должность портит людей, и деньги портят людей. Один из критериев человека, вот этой человеческой сущности, человека, который стоит перед вами, если вы знаете его в двух вот этих, вот опять же и поставь их до денег и с деньгами. Если это два разных человека, ну это не очень надежный человек. Хорошего человека деньги не портят, но, к сожалению, 90% людей они портят. Самая, я считаю, сейчас массовая проблема, которую ожидает молодёжь, я её много раз транслировал, это игромания. Игромания в каких моментах? Это ставки у букмекеров и игромания в различных онлайн-казино. И третий вид игромании – это когда условные танчики, но целыми днями. Вроде бы особых денег нет, но время занимает всё. Игромания – такая вещь, которая считается неизлечимой. И стадия выздоровления начинается, когда человек опускается именно на самое дно. Наркоман худо-бедно всё-таки может как-то держаться, работать, подрабатывать. Там у него есть какие-то остатки интеллекта, остатки денег. У игромана обычно всё выхолащивается. Ну, то есть вот прямо всё проиграно и проиграно ещё на 10 лет вперёд, что он гипотетически может заработать. То есть если заработал, это нужно будет отдавать на долги. Лечится эта вещь одним простым способом ни одной попытки зайти на сайт букмекеров. Никаких фри-бетов, никаких «зарегистрируйся, получи 500 рублей и попытай счастье». Никаких. То есть любой выигрыш в любой игровухе для вас чреват потерями, которые действительно просто слом всей жизни. Ты ведь не проходишь психологическое тестирование, как ты поведёшь себя, если ты выиграешь, получишь какое-то наследство в миллион. То есть ты не знаешь, как у тебя сработает организм. Мне многие люди, знакомые, говорили, что у меня нет игровой зависимости. То есть я могу пойти в казино, я могу делать ставки у букмекеров, просто мне неинтересно. Но все эти люди, кто мне это говорил, это люди, которые как раз и не играли в казино, и ни разу не были букмекеров. То есть я смотрел на них, как наивных мальчиков, ну потому что они просто не попробовали. Большой процент людей, игровая зависимость, окутывает просто быстро, незаметно, и человек этого не осознаёт. И поэтому просто ни одной попытки ни разу ничего не нужно туда соваться. Если есть игровые друзья, вот как только он начинает с вами обсуждать игру, условный «Спартак», «Москва», «Динамо» и на что поставить, разговор должен прерываться, а чисто теоретически в отношениях даже немножечко надо отдаляться. Что касается бытовой игромании, ну это просто огромная трата времени. И я разговариваю опять же со своими детьми, которые, как и все дети, подвержены бытовой игромании, пытаюсь спросить, а какая мотивация? Ну то есть от того, что ты быстро руками шустришь в компьютере, в чём появляется физический навык, с помощью которого ты сможешь зарабатывать деньги? Мне, разумеется, начинают втирать, что можно прокачивать каких-то персонажей и прочее, прочее, прочее. И я даже предполагаю, что, наверное, один из ста или один из тысячи, может быть, даже в этом деле очень неуспешен, а может быть, даже и миллионер в 90 с лишним процентов просто тратит время. И как вот я много раз общаюсь с шапочно, назовем так, знакомыми женщинами, много раз слышал, что муж сидит в трусах на кухне и всю ночь шпилит в какую-то хрень, вместо того, чтобы идти в спальню и шпилить свою жену. Хотя год назад он это делал, а вот игромания его захватывает. В чём фишка на условном танчике, самолётике, кораблике топить врагов и делать это безостановочно целыми днями? Я головой понимаю, как это работает, поэтому я в это дело не играю, и, наверное, я тут до конца не судья. И вот здесь, именно в бытовой игромании, там всё-таки нечто среднее, как испортить себе жизнь и как испортить себе биографию. Ну, то есть здесь стадия, уйдёт жена, и ты будешь должен денег на алименты и вообще как бы финансово пострадаешь. Или всё-таки она будет тебя терпеть, и ты просто будешь человек вот с таким вот недостатком. Я считаю преступлением против себя перед своей личностью не следить за своим здоровьем. У меня старший ребёнок живёт в Штатах, и у нас с ней был разговор о бытовой медицине. Каждый пук, вот каждый тих, каждая хрень, там стоит денег. Вот у нас это всё стоит бесплатно. Вот недалее, как сегодня, я сходил на несколько медицинских процедур, которые называются в сумме диспансеризация, но там берётся кровь, берётся то-то, делается кардиограмма, делается флюорография. Так вот, в Америке, если ты изначально не купил дорогущую страховку, а дорогущую — это дорогущую, когда в словах американки звучит «дорогущая», это значит «дорогущая». Если ты не купил дорогущую страховку, каждое действие а. стоит кучу денег, б. ты его не можешь сделать мгновенно. Тебя там могут записать на неделю вперёд, на две. То есть при всей ругане нашего здравоохранения, при том, что у нас в очередях вот на все эти прививки сидят бабки, оно у нас бесплатно. Если в каком-либо магазине выкидывают бананы по 10 рублей при их цене в 100, народ встаёт в очередь. Если где-то раздают фрибеты в букмекерской конторе, люди лезут и ставят. Вот здесь, по ситуации на сейчас, вот эти элементарные процедуры слежения за своим здоровьем у нас условно бесплатные. В государстве есть диспансеризация, и в государстве во многих городах работает такая же программа, она называется «Так, здорово!» Я её проходил, наверное, раз 10. И когда ты смотришь 10 папочек с исследованием за 10 лет, ты видишь, как меняется твой организм. Сколько у тебя условно подкожного жира, сколько холестерина, сколько чего, что тебе грозит. Из фишек, что всё это бесплатно. Для американца это обошлось бы условно в 10 тысяч долларов и кучу времени на поездки, на очереди. Но из плюсов, возможно, у него оборудование было бы поновее, но результат был бы тот же самый. Поэтому пока в нашей стране есть ещё какая-никакая медицина, поликлиника, вот это плановое обслуживание, не следить за своим здоровьем, это чревато. И если ты в какой-то момент промахнулся... Ребят, общаясь с мужиками после 50, все бубнят. Самое важное — это здоровье. Не портите себе жизнь. Выделите один день в году пройти вот что-то подобие диспансеризации, которое просто подскажет. Слушай, Вася, а ты потолстел, тормози с питанием. А у тебя, Петя, а у тебя он тоже холестерин повышенный, и если так продолжится ещё лет пять, у тебя будет инсульт. А что такое инсульт? У меня, у моего сотрудника, отец лежит уже лет 15 лежачим овощем, глазами всё понимает, лежит и не хочет умирать. Инсульт. Сорок с чем-то лет, под 50. Я не спрашивал своего сотрудника, но я знаю этот ответ. Его отец ни хера нигде не исследовался. Инсульт грозит определённому количеству мужчин, и если ты выделишь один день в году, ты, скорее всего, ну, есть какой-то шанс, что ты отскочишь. Не портить себе жизнь именно по здоровью. Я не говорю там, не лазить по деревьям, не прыгать по гаражам. Я имею в виду, пользуйтесь тем, что у нас есть бесплатно. Как можно испортить себе жизнь, как можно испортить себе биографию, есть ли у тебя язык, как помело? Сейчас люди боятся напрямую в кругу других людей, ну, вот как-то говорить. И поэтому я сейчас веду речь о том, что речь идёт об интернете. То есть, когда все смелые, когда непонятно, за ником сидит или вот такой огромный мужичина, который ничего не боится, или обиженный жизнью интернетчик, задротик, который вот всех там ругает. Так вот, о чём я веду речь про «испортить себе жизнь». Если ты перешёл на личности, тебе ничего не будет. Это нужно быть достаточно таким грамотным, занудным оппонентом, чтобы найти человека, осудить его за клевету, там, сначала настоять, чтобы менты возбудились, потом в суде додавить и в оконцовке там получить 50 тысяч рублей, там, не знаю, штрафа, потратив на это месяц или два своей жизни. Это нужно быть очень принципиальным человеком. Я веду речь о том, что как бы вы не были не согласны с политикой государства, как бы вас не возмущали какие-то конкретные кадры каких-либо разрушений, крови и прочего, что вы видите, нужно очень и очень соблюдать дисциплину вот в интернете. Сотрудников полиции, их же в сумме больше миллиона. И как сейчас действуют сотрудники полиции, это я знаю из первых уст, точнее даже уже не полиции, а спецслужб повыше. Есть так называемые кибердружины. Это молодые люди, которые хотят выслужиться, получить какие-то плюшки. Соответственно, их глава постоянно контактирует с кем-либо из прикреплённых ФСБшников. В ФСБ каждый день с каждой области, с каждого города приходит несколько сотен доносов. Этот выложил текст червона Украины, там червона Калина. Этот выложил ещё какую-то вещь, поддерживающую противоположное государство. Этот сказал негативное про это. Вот этот вот херь приходит, несколько сотен, несколько тысяч сообщений куратору в нашей спецслужбе. Всё разбирать они не разбирают, но для этого есть молодые люди. Сразу вспоминаем Павликов Морозовых, но только современных. И они эти сообщения разбирают, каталогизируют, ищут авторов и дают свою оценочную оценку. Так, мол, и так. Вот этот, 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 этот скорее всего нарушили закон. Этот нарушил на уголовку, этот нарушил на административку. Если вы что-то уже где-то написали и не попались, вам просто повезло, на вас не написали донос. Если у вас в биографии будет, что вы судимы за условный экстремизм, а экстремизм может выражаться, гнать этих, назовём так, среднеазиатов из страны, и с припиской, что ты ещё хочешь им сделать. Это у нас экстремизм, шовинизм и вот всё, что вот этим связано. То есть под словом «изм» за всё это есть уголовно-административное наказание. У меня были гости в студии, абсолютно здравые люди, которые на каком-то этапе жизни попадали в список террористов и экстремистов, которые ими не были. Наше законодательство сейчас так написано, что ты, не будучи ни террористом, ни экстремистом, можешь быть обвинён и осуждён именно по этой статье. И ты хрен, когда оправдаешься. Но данный гость, от которой был оправдаться, смог, но это было до того, как у нас начались события на Украине. Сейчас не отмажешься. Я не говорю «засунуть язык в одно место», я говорю «фильтровать базар». Одна из самых больших трагедий в жизни мужчины, который не делал вот эти вот вышеперечисленные пункты, то есть не пил, условно, не курил, занимался спортом, был хорошим и вообще не косячил. Есть такое большое количество мужчин, которые занимаются ни любимым, ни своим делом. Сейчас все деньги в интернете, и, соответственно, огромное число молодых людей сидят за ноутбуками и стараются зарабатывать за ноутбуками. Я считаю, что это не в природе человека сидеть и бить по кнопочкам в ноутбук. Поэтому чем раньше вы поймёте, что это не ваше, лучше уйти на 100 тысяч, иметь свободный график и свободный образ жизни, чем страдать, не успевать, злиться и сидеть за ноутбуком за 200. Если вернуться к пункту «испортить биографию», то есть не жизнь, а биографию, она достаточно легко корректируется. Я приведу такие исторические примеры. Виктор Янукович. У человека было две судимости, и он был избран президентом Украины. С судимостями, с настоящими, с уголовными. Приведём людей более большего формата. Ленин и Сталин. В истории ведь как? Вот победитель её пишет. Вот победил человек, он её пишет. Если бы во время Второй мировой войны победила немецкая машина, которая на нас напала, история была бы абсолютно другая. Написана именно другая. Ну так вот, если бы Сталин и Ленин не произвели Октябрьскую революцию и всё, что дальше было, ну то есть уже с участием Сталина, в Википедии было бы написано, что Сталин уголовный преступник, который занимался экспроприациями, то есть помогал грабить банки для того, чтобы давать деньги на революцию. То есть уголовник, грабитель, а с оружием, соответственно, разбойник. Про Ленина было бы написано примерно то же самое, что имел две судимости, отбывал там-то, отбывал три года в Шушенском, дальше жил на деньги всяких дураков, которые собирали эти деньги со всей страны, в том числе и с помощью грабежей, жил за границей. Трутень, теоретик. Так было бы написано. Корректировка. Возможно. И зачастую эта корректировка зависит, как у тебя дальше сложилась жизнь. Ну, то есть получил судимость, терпимо, можно прорваться, и в нашем государстве можно прорваться. Есть какое-то пятно, это не сломанная жизнь. Корректировка возможна. Зависит от внешних обстоятельств, которые тебя окружают. Жизнь может повернуться прямо со всем таким концом, который ты не ожидаешь. Последняя ошибка, которая я считаю важной, это не анализировать прошедшие годы и прошедшие поступки и сделанные явные ошибки. Ну, то есть не садиться с трезвой головой и не перебирать свою жизнь за последний день, месяц, в некоторых случаях год. Что я сделал не так, что меня угнетало, и не надо ли переходить во что-то новое. Несмотря на то, что я сейчас назвал, наверное, порядка десяти пунктов, которые важны в жизни человека, которые могут поломать эту жизнь, если честно, они все избегаемы. Они все избегаемы. Это все очень просто. Другое дело, что по каким-то причинам огромная масса людей их не избегает. Парни, еще раз переберите в голове эти пункты и постарайтесь прожить жизнь более счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok